Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во грабежи его дарова. Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во грабежи его дарова. Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во грабежи его дарова. Господи благослови нас! Дай нам, Господи, разумение мудрости в Слове Твое. Тебе слава, веки, веку, аминь. А қуіп, да? А қуіп, 13.33, 13.31, 13.31, 13.33. В тот день пришли некоторые из парисеек и говорили ему, выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя. И сказал им, пойдите, скажите этой лисице, все изгоняем бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра и в третий день кончу. А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Проклятые хорисеи, снедаемые завистью, пытаются устрашить Господа и угрожают Ему иродом. Они не желали видеть Его творящим чудеса, чтобы Он в множеством знамений не привлек к себе народ, и силой учения не обратили Его к себе. Они выставляют в предлог Ирода и принимают вид заботливости о Спасителе. Но Он, зная сердца их, по обычаю своему отвечает Он кротко, прекровенно и говорит, «Скажите этой лисице, поскольку они, фарисеи, говорили ему, выйди, ибо Ирод хочет убить тебя, и говорили это в Галилее, который управлял Ирод, то Он объявляет им, что и при сильном желании Ирода нельзя ему убить его, ибо ему определено пострадать не в Галилее, но в Иерусалиме». «В Иерусалиме заседали разбойники, фарисеи и книжники. Невозможно было владыке пророков погибнуть в ином месте, как не вместе с их разбойников, ибо они привыкли впроливать кровь рабов, убитых Господом». «Знал, где ему умереть. Каждому человеку, наверное, определено место, где быть, умереть. Сколько за жизнь человека было, сколько смертельных случаев, думаю, у каждого бывает, у меня сколько было. Нет, от него. Другой человек совсем, даже и нет таких случаев, чтобы идти умереть. Вот попал я под грабли, представь, конь несется, я в граблях переворачиваюсь. Это явно, что уже смерть. Какая-то почка, колесо подприлю, тут настолько грабли, только рубаху разорвало, и все. А я уже там перебрать, думаю, где сейчас, когда ударит, когда я уже все. Сколько-то, ну нет, где-то другое место, где должно быть умереть, наверное, предназначено Господом. Помните, кто читал когда-нибудь письмо Рылеевой сыну своему, декабристу? Вот, она описывает там такое, что... Сон описывает. Когда, да сон-то, 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 сон. Она описывает как бы жизненное. Когда он, уже будучи офицером, сын ее, служил в Германии. А дядя его родной, был губернатором там. Ну и они там с одним офицером поспорили и устроили дуэль. А дуэль запрещалась между офицерами. Срого наказывалась. Ну и дядя его вызвал, ну и вот, давай там это чистить. Я тебя, говорит, за это дело расстреляю. А он отвечает, дядя, дядя, кому быть повешенному, того не расстреляют. Ну и впоследствии его повесили. Было так вот. Такое было. Что они когда подняли в восстание, их там сколько? Пять человек, по-моему, было, которые через повешение были. То есть, как бы организаторы восстания против царя. Было это? Вот это в декабре было, 1825 года. Было тогда. Вот такое. Значит, Иерусалим, Иерусалим. 34-35 стих. Иерусалим, Иерусалим, Избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, Сколько раз хотел я собрать чад твоих, Как птиц от тенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш впуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, Когда скажете, благословен гряды во имя Господне. Толкование. Он также вызывает, прелюбонируете на Богу, Как бы, какой возлюбленный, презираемый своей возлюбленной. Ибо я столь возненавидел ваше указство, Что и храм не называю моим домом, но домом вашим. Ибо доколе между вами жила добродетель, Тогда храм был мой. А когда вы его осквернили, Сделали его местом торговли, И пещерой разбойников, Занимаясь в нем многообразной торговлей, Убивая друг друга из любостяжания, Ибо это дело разбоя, Подсиживать брат и отнимать его собственность. Так делают разбойники. Они нападают на путника, И потом отнимают, что у него есть. Итак, когда вы сделали храм пещеры разбойников, Через разные торговые сделки, Которые вы производили в нем в доме молитвы, То он уже не мой дом, но ваш. Под домом можешь разуметь не только храм, Но и весь род иудейский. Ибо писание иногда, Ирод называют домом, Например, дом левиен, Благословите Господа, Псалом. Поскольку и здесь можно разуметь так, Дом, то есть род ваш, Оставляется мной. Подобно, как и в другом месте, Говорит через пророка, Оставил я дом мой, Оставил наследие мое. Здесь домом называются израильтяне, Указывают на второе пришествие. Ибо тогда я против воли Исповедую его спасителям и Господом. Только не будет им никакой пользы. Когда он говорит, Что не увидите меня отныне, То не тотчас обозначает, Но время после креста. Он как бы так сказал, С того времени, Как вы распнете меня, Вы уже не увидите меня, Пока не приду во второй раз. Дом мой сделали бы домом торговли, А в другом месте, Говорит вертепом разбойника. Все было, Торговля в храме, Беспорядки в храме были. Мне недавно один священник Письмо прислал. И описывает, Что служил он раньше в городе. Сейчас попросился в деревню, За 20 километров от города, Спокойнее, И подальше от архиерея. А то, Как приезжает, У него одно, У меня только деньги, Деньги, Деньги давай. А где их брать деньги? Поэтому, Говорит, Я сейчас спокойно беру в деревню. Говорит, Ездить туда, И там служит в деревню. Спокойно. В то время было и сегодня это. Есть. Не только церковное. Я видел в Москве, Где в храмах продают. Прямо в церковной вкладке, Где иконы, Где продают свечи. Там же продают сметану, Творок, Яйца. Такое мясо нет, А такое молочное продают. В другом месте, В церковной лавке, Но в ограде продают. А почему? Ну, батюшка говорит, У него там большое хозяйство, У него там коров 30 дойных, Говорит там, Фермерское хозяйство. Но это у него ларек стоит, В церковной ограде. И вот там ездим с батюшкой, Но покупали там творог, Сметану у него хороший, Сыр делает он. А потом прямо в храме продают это все. Случилось ему в субботу, Прийти в дом одного из начальников фарисейских, Вкусить хлеба. И они наблюдали за ним. И вот пристал пред ним человек, Стражущий водяное болезнь. По всему случаю, Иисус спросил законников и фарисеев, Позволительно ли врачевать в субботу? Они молчали. И прикоснувшись, Исцелил его и отпустил. При всем сказал им, Если у кого из вас Осел или вол упадет в колодец, Не тотчас ли вытащит его и в субботу? И не могли отвечать ему на это. Что такое водяная болезнь? В чем она выражается? Жидкость не выходит с органазма. Почки не работают. Но? И накапливается жидкость. Человек наполняется водой очень сильно. И любое прикосновение вызывает страшную, сильную боль. К любому месту кожи, Когда уже запущенная болезнь, Называется водянка. Это было у нас в лагерях, В концлагерях, Это было в армии До определенного момента, Пока они решили эту проблему медицинскую. А это было болезненное. Болезненное. Очень сильно болезненное состояние. Водянка. И принимает крайние формы. Почему они, по-видимому, и молчали, Что исцелители узнали, Что человек страдает сильно. А в субботу нельзя исцелять. Было нападали. Авертосел даже упадет. Не ждешь его до следующего дня. В этот же день скорее вытаскивать его, Иначе он сдохнет в колодце. Замечая же, как званые выбирали первое место. Только они читали. Господь. Господь, хотя знал развращение фарисеев, Однако же входил в дом их. Входил, потому что заботился о пользе их душ. Ибо они, если желали, Могли бы получить себе пользу То от слов его и учения, То от проявления знамений. Господь обличает неразумие тех, Кои намеревались упрекнуть его. Поэтому и спрашивает, Позволите ли лечить субботу или нет? Не явно ли он поразит их, Как безумных. Ибо тогда, как сам Бог благословил субботу, Они возбраняют делать добро воную, И таким образом делают ее проклятой. Ибо не благословен тот день, В который не совершают никакого доброго дела. Но они, поняв к чему клонится вопрос, Умолчали. Кто постоянно содержит в мысли, Что он пред Богом, И Бог видит его, Кто будет грешить, Сколько можно меньше. Замечая же, Как званые выбирали первые места, Сказал им притчу, Когда ты будешь позван кем на брак, Не садись на первое место, Чтобы не случился, Кто из званых им почетнее тебя, И звавший тебя и его подойдя, Не сказал бы тебе, Уступи ему место, И тогда со стыдом Должен будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, Придя, садись на последнее место, Чтобы звавший тебя подойдя, Сказал, Друг, Пересядь выше, Тогда будет тебе честь Перед сидящими с тобою, И во всякий, Возвышающий сам себя, Унижен будет, А унижающий себя возвысится. И никто не считая учения Всем маловажным, Недостойным величия Божия. Ибо ты отнюдь не можешь назвать Человеколюбивым врачом того, Кто лечить подагру, И какую не есть важную болезнь, А обещается, А ушиба пальца или зубной боли Лечить не берется. Потом как считать маловажной Страсть тщеславия, Когда она во всех отношениях Беспокоит любящих Садиться на передних местах В 1 Корифене 14.40 Не о себе только каждый заботится, Но каждый и о других Будет унижен, Означает то, Что кто в мире всем Пользуется большей честью, Тот жалок и низок перед Богом. Притом, таковой бывает в чести Не до конца и не у всех, Но сколько одни уважают его, Столько же другие поносят, Может быть, и из тех самых, Кои уважают его. По природе же, Всякий человек недостоин возвышения, Поэтому пусть никто не возвышает себя, Чтобы не быть униженным до крайности. Особо лезть за подагрой, это что? Головные боли, да? Или что? Кто знает? По-моему, это искривление суставов. Мигрения. Да, мигрения. А подагра? Вот подагра, это, по-моему, Искривление суставов, Отложение солей, Воспаление суставов, Соли откладываются с суставов, Шипы, И плохо это видно. Вот так вот. Еще и важное за столом, Где-то отсесть. Особенно бывает, Когда такие Терапезы Праздничные С архиереем, Где-то там уже Священники Заранее знают, Кто там Вперед рукоположен был, У кого награды больше, Стоятся так, Что уже И даже в алтаре стоять, Уже тоже подбирают. По чину. Не просто так, Где хотелось сделать, А по чину уже. Подбирают. Бывает так, Что священник служить не может, Нельзя ему священнодействовать, Но санов он не лишенный, А имеет право быть Только за столом, Вместе сидеть со священниками, Не с мирянами, А со священниками, В кругу священников молит. Вот так вот. Если такое, Что вот если Священник живет, Значит, Женой с матушкой, Ну и Она согрешила где-то на стороне, То он служить не имеет права, Он должен или развестись с ней, А если не развестись, Прощает ее, То он не может священнодействовать, Но сам она не лишается, Имеет право Председание среди священников, Со священником можно сидеть вместе, Но уже служить нельзя, Не имеет права. Вот это такой почет, Даже где, Когда за столом сидеть, Сказал же и позвавшему его, Когда делаешь обед или ужин, Не зови друзей своих, Ни братьев твоих, Ни родственников, Ни соседей богатых, Чтобы и они Тебя, Когда не позвали, И не получил ты воздаяния. Но когда делаешь пир, Зови нищих, У вечных, Хромых, Слепых, И блажен будешь, Что они не могут воздать тебе, Ибо воздастся тебе в воскресенье праведный. Услышав это, Некто из навозлежащих с ним сказал ему, Блажен, Кто вкусит хлеба в царстве Божием. На ужине было два разряда воздлежавших, Звавшие и званные. Господь прежде обратился с увещанием к званым, Научил их спасительному смиренномуудрию И предложил им пищу неизысканную, А потом воздает почесть позвавшему его И отплачивает за угощение увещанием, Чтобы он не делал угощение Из-за какого-нибудь людского благоволения И ожидал тотчас воздаяния. Ибо малодушные, Приглашая друзей или родных, Делают это в видах скорой благодарности. Если не получают оны, То приходят в досаду. А великодушные, Терпя до будущей жизни, Получают вознаграждение от того, Кто поистине богат. В Песняном 247 Господь, говоря сие, Отклоняет нас торговать дружелюбием. А некто, услышав сие, И подумав, что Бог почтит И угостит праведников чувственными ясными, Сказал, Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божием. Вероятно, он не был духовен, Чтобы понять, То есть водился человеческими размышлениями. Ибо душевный человек таков, Что ничему сверхъестественному не верит, Ибо обо всем судит по законам природы. Бывают три состояния человека. Плотское, душевное и духовное. Плотское, когда кто желает наслаждаться удовольствиями и радоваться, Хотя бы это сопряжено было с причинением зла другим. Таковы все любостяжательные. Душевное состояние, Когда кто не желает ни вредить, ни вреда получать. Такова жизнь по законам природы, Ибо это внушает нам и сама природа. А духовное состояние, Когда кто ради добра согласен даже терпеть вред и оскорбления. Первое состояние близко к природе. Среднее сообразно с природой. А третье выше природы. Всякий, кто мыслит о человеческом И не может понять ничего сверхъестественного, Называется душевным. Первый коринфянам 2.14 Так как он водится душой и духом. Но когда кто водится духом, И не живет уже сам, Но живет в нем Христос, Галатам 2.20 Тот духовен, Тот возвысился над природой. И так, подумавшись, Что воздаяние святым будет чувственное, Был душевен, Так как не мог понять ничего сверхъестественного. То есть, Христос сказал, Понимать было, Это как понимать было? В прямом смысле, Или вот так вот? В духовном все. Ну, делаешь, брат, Не зови ни родных, ни знакомых, Никого. А кого? Чужих людей считай. Это те, у которых нет ничего. Которые на тарелку ничего не могут положить. Зови тех. Как это? Ну вот приложи. Можно пример привести, дочь? Давай. Я сейчас расскажу. Я жил, когда еще на Урале, Там, когда веровал во Христа. И братья Андрея Владимировна. У нас какой-то был праздник, Я сейчас не помню, Именно церковный, Большой, 20-й. А Андрей Смельякин, Он такой активный, Он собрал детей, Из таких семей, Которые там, Тьяницы, родители такие вот. Ну, то есть, Дети, которые мало еще видят в этой жизни. И пригласил. А мы взяли под это дело, Чтоб людей приглашать на занятия. Дом специально для этого. Взяли в аренду. Он туда собрал, Я не вспомню, Сейчас уж 5 или 6 там детей было. И все. И мы там, Слово Божие прочитали. Немножко так, Постараясь им растолковать, Объяснить. А Христе немножко говорю, Ну, так, дети есть дети. И так вот. То есть, пригласили, Накормили их потом. И он потом их обратно домой Отвел к родителям. То есть, вот так поступил. А у меня еще есть пример. Я читал, Белкий шейх. Это мусульманка, Которая обратилась в христианство. Она рассказывает, Что говорит, Когда она у веры, Это как пришла к понятию о Библии. Вообще. Начала с Корана. И пришла к тому, Что обратилась к Евангелию. И потом у веры во Христа. И вот она читает Вот это именно Евангелие. И вот то, Что Господь говорит, Что зовите, да? Она очень богатая была. И она решила так. Посмотрела. У нее там ковры очень дорогие. Она говорит, Думала, Ну, если сейчас начну кого-то Приглашать нищих. Они же грязные. Ноги там. И что-то. А потом подумала, Ну, это же все ради Христа. И послала своих слуг, Которые у нее слуги были у меня. По всем деревням. И нищих собрала. И в дом себе пригласила. И устроила им В честь своего дня рождения Вот такой подарок. Ну, это за стол. Чтобы угостить их. Два таких у меня, примерно. Так, батюшка, Садам вопрос. 50 лет назад Я был на одной свадьбе. Молодые женились. Ну, а брат жениха Говорит, Давай, Говорит, Сделаем свадьбу Никак Все, А Пригласим Вот как по Писанию Таких. Все. Ну, договорился Он там квартиру Вот Знакомых Там. Ну, а тогда возле храма Много было Нищих людей. Но они были нищие Более как-то Благочестивее, Чем сегодня. Таких не было, Чтобы там пьяные сидели. И вот собрали Там слепые, Там храмые, Там всех. Человек 15, наверное, Собирал. Родных, знакомых Никого не было. Вот этих. Ну, и, значит, Это вино было немножко. Две бутылки кагора было. Ну, и когда налили Там вина-то, Ну, поздравляют. Один, кто-то кричит, Ну, горько. Ну, сразу. Там, посмотрите, У кого горько, Возьмите, налейте ему чаю с сахаром. Значит. Вот такая была Свадьба у одного человека. Вот 50 лет назад Я присутствовал на этой свадьбе. Так вот, вы говорите, Как понимать? Ну, он прочитал, Не все же там богословы Читают в Евангелии. Простойший народ там. Христос говорил. Ну, там. И он захотел исполнить. Ну, исполнил, и все. И Господь ему за это воздаст. Он же не начинал рассуждать там. Вот как мне-то понимать духовно? Мне кажется, так. А подождите, можно вопрос? Ну, вот батюшка же не просто так задал. Ну, делаем мы это. А смысл-то в этом какой? О чем еще бессмысленные? Ведь Библия учит не просто духовному, А еще и осмысленному. А смысл-то какой? В чем? В чем образ? В чем главная, центральная вещь-то? Ну, Христос говорил, накормите меня. Ой, накормите их, накормили меня. То есть, ты все это соединяешь. А при чем здесь брак? Ну, он говорит, что не именно, что брак там. Брак. Какой-то званый, допустим, ты на какой-то праздник, допустим, решил собрать людей. А разве нет другого толкования, когда объясняют такое? Скажите, пожалуйста, а какой брак? Вот если в самом духовном, в высшем смысле слова. Ты, Симон, Петр, на семь камня сожди, церковь мою. Дай я вратаду, не долет ее. Церковь. А церковь это кто? Невеста. А жених тогда что? А церковь-то из кого состоит? Вот эти нищие, хромые. Разве Господь не сказал, говорит, кто нуждается-то в враче? Больные, нищие. Но здесь он говорит для чего, брат? Он говорит для смирения, чтобы не превозносились. Ты пришел, говорит, за стол, не садись вперед, сядь где-то подальше, а тебя пересадят. И к этому и здесь, говорит, что мы же как сейчас, делаем, допустим, свадьбу, пригласить надо, чтобы свадьба окупилась, хотя бы, говорит, чтобы людей-то для чего много-то приглашают? Не о многом, а кого пригласить, вопрос. Кого пригласить? Про образ. Слипый, глухих. Ну а почему не родственников-то? Ну а почему не друзей? Ну он евреям же говорил, что евреи могли вот таких нищих всех подряд к себе позвать в дом. Богатый человек он мог бы позвать? Он же говорит, так кому? Ну как бы у еврея вообще. Ну евреи не все богатые были тогда? Ну в смысле что? Были и нищие были, и не все были захчели. Ну а кто пир будет готовить, обед или ужин, то есть нищий он может сразу приготовить? Ну конечно, а сначала их состоятельный. Что и состоятельный только может пригласить их. А что он будет приглашать нищих? А вот состоятельный, чтобы он не превозносился, кого там не звал, губернаторов там и мыров только об этом. Вот у меня были. Смиряйся, призовейся, которая нуждается именно в пище. А за этим ты можешь уже что-то им и сказать тогда. Дать наставление какое-то, они не слышали, если не знают этого. И угостить хорошо. И это рады будут сколько запомниться. И мы были, знаете, мы были, вот там на обеде были. Как нас угощали, друг другу рассказывают. Нас с братом как-то пригласил настоятель Фрунзенского собора. Был там игумен Николай. Не знаю, как его фамилия. С Павлом. После пасхальной службы он нас пригласил к себе. А он жил с матерью. Он его монарх был, игумен, не жена там. И как он нас там угощал, мы пришли домой, рассказываем своим. Мы были у отца Николая. Отец Николай сам нам бутерброды делал, подавал ему бутерброды. Как нам там это все? Наши не верят. Да не может быть. Как у батюшки вы были в гостях? Да, были. Вот так вот. Как рассказываем? Нам даже не верят, что мы были у батюшки в гостях. Представь. Батюшка нас это угощал. А мы-то никогда этого и срода не ели, то, что у него там было-то, и никогда не были за таким столом-то даже. Батюшка, но здесь же не об этом речь. Помимо того, что ты сидишь, если тебя пригласили на свадьбу, мне говорится, когда устраиваешь брат, сделай вот так и поступи. А скажите, пожалуйста, а где было сказано, когда Господь обратился к своим сыновьям, там, рожденным, самым богатым, самым красивым? Приходите на пир, телец заклан. И что? И никто не пришел. И тогда идите и призовите и вот этих вот, и тех собрал, бедных и нищих. Это вот прообраз как раз вот к этому. Это то, что как раз духовный образ к этому, что Господь пришел к своим, и его не признали. Церковь является именно невестой. А Бог жених. А там уже, да, детали там. Вот кого призывает-то? Разве приходит врач к кому? К больным или к здоровым? Конечно, к больным. Вот же о чем речь-то, духовный смысл. Мы не начитали там дальше об этом. А, ну вот, как раз следующий стих. Вот у нас же текст, если разобрать сам текст, говорит сам за себя. Сказал же к позвавшему ему его. То есть, эта речь он обращает к тому, кто его позвал. Из этого можно сделать вывод, что тот, кто позвал его, хотел что-то получить. Потому что Господь не зря что-то говорит. Он что-то хотел получить от того, что он его в гости призывает. А Господь ему, как бы врачует его болезнь. Ты, говорит, не зови того, от кого ты хочешь получить что-то. То есть, тогда ты получишь награду, если ты будешь звать того, от кого ты ничего не получишь. Право-билое руко. Вот, сам текст говорит. Ну, а как тогда вы рассудите другое, что взаймы, говорит, давайте тому, от кого и заранее знаете, что назад не получите? Ну, об этом надо. Как это? В прямом смысле? Это духовный смысл надо понимать. Толково, не надо читать. А, это прямой смысл выходит из духовного. Прямой смысл выходит из духовного. Ну, а какую отдавать? Кому это я буду отдавать деньги, что он мне не вернет? Зачем мне это было? Ну, надо было бы. А Господь говорит, да, отдавай, потому что... Хочется королить. Из-за этих от кого-то получить не надо. Это что, это правая-левая рука. Одна берет, другая дает. То есть, одна не... Поэтому и... Мне кажется, тут вообще, как каждая притча, она толкуется в духовном, в основном, да? И в прямом смысле. Почему она притча? Так вот, поэтому здесь, если говорить, как бы... Это не притча, это прямое указание. Прямое указание. Это не притча. Это как вам притчи приводится? Нет, это не случай, чего пригласил в гости. Прямо говорит. В гостях он уитаян говорит, это не притча. Уже по учению он дает. Какая притча? Притча он дает, там, о сеятелях, о талантах, там, это... А это не притча. Прямое... Ученики спросили, о Господе, почему... Не приюзносить, сделайте. В этих притчах, она, ну, это вам дано узнать тайны со всеми. Да нет, ну, притча. Большой ужин. И звал многих на ужин, позвал. Большой ужин. Ну, может, хотелось быть чудо какое-нибудь, может, не пододится, какую-то имел. Это вообще, как бы, здорово, духовно. Он же сказал ему, те, которые как бы... Один человек сделал Большой ужин. Ну, так один человек, это что до этого? И он звал многих. Толкование ужином названо, потому что Господь пришел в последние времена и как бы при ужине века. А Большой ужином, потому что тайна спасения нашего беспрекословно велика. 1 Тимофея 3,16. И когда наступило время ужина, послала раба своего. Кто этот раб? Сын Божий, который принял образ раба, сделавшись человеком. Филипийцин 2,7. Как врачи оставляют гнойную и дурную болезнь, до того, пока она вытачит всю дурную влагу, а потом уже прикладывают и лекарства. Так нужно было, чтобы и грех обнаружил все свойственные ему виды, а потом, чтобы великий врач положил лекарства. Поэтому-то Господь допустил дьяволу исполнить миру злобы и потом, воплотившись, уврачевал всякий вид злобы, совершенно святой своей жизнью. Он говорит, идите, ибо уже все готово. Ибо Господь всем благоуставал близко Царствие Небесное. Матфея 4,17. И оно внутри вас. Лука 17,21. Ибо под теми, из которых один купил землю, а другой пять порвалов, можно разуметь пристрастных к богатству, а подженившимся – сластолюбцам. Как может сделаться мудрым тот, кто правит плугом? Серехов 38,25. А под отпадающим из-за жены можно разуметь пристрастного к удовольствиям, который, пристав к плоти, в союзницу души, и будучи с нею одно, как совокупившееся с ней, не может угодить Богу. Можешь все это разуметь и буквально, ибо мы отпадаем от Бога, как из-за пары волов, так и из-за женитьбы, когда привязываемся к ним, на них тратим всю жизнь, и за них трудимся даже до крови. А божественного ничего, ни мыслей, ни излечения, ни помыслим, ни исследуем. Иисус не развивал, ничего, на сумме духовно. Ни излечения, ни помыслим, ни исследуем. Ну, какие есть добавления вопросов? У нас бывает так даже, у нас земли сейчас не покупаются, но спрашиваешь в другого раза. Так, ты почему ж не был-то на вечернее молитву-то собрали? Я молоко сепарировал. То есть это к чему может привести? Что, как землю купил или пять пар валов? Другой еще, они, да что-то там, у нас дела семейные были, не мог прийти. Опять эта причина. А в другом месте, это говорится в беседе, говорит, а какая? Ну, купил землю, смотри. Смотреть-то надо было еще до того, пока еще не покупал. Тогда смотри, а раз купил, что я смотреть? Ну, купил уже, ну, завтра пойдешь, посмотришь. Сегодня на ужин пришел бы, а завтра пошел бы, смотри, завтра землю. Пять пар валов, испытать валов. Испытать надо еще до покупки было. Может, они хромые, там, никуда не угодные для работы-то. Валов-то брали, на них же пахали, для того, чтобы работать на них. Я купил уже, а купил, теперь что, смотри. Я женился, ну, нужно заботиться еще, как пока невеста была. Могли бы кто-то ее перехватить, увезти, если хорошая она. Вот. А если женился, уже законная жена, куда она денется? Все уже теперь. То есть, причины-то все отговорки, ну, несущественные. Так скажем. Так в жизни бывает часто. Можно было, можно было ставить, но что-то мне захотелось поспать, полежать. Да я лучше посплю, что-то можно. Ладно. Вот. Вот брат Алексей. Ну, что там, Алексей. Я просто вот думаю, вот о чем. Эти прочитанные стихи, которые ясно и четко говорят. Скажите, пожалуйста, когда в Библии описывается, что подразумевается под царем и императором, или господином, какой-то шикарный пир. Ну, имеем в виду Бога. Бог разве нуждается в чем-либо? Нет. Какая его основная задача? Я задам вам вопрос тогда, как бы, риторический, который не требует ответа, и вы узнаете на него ответ. А Христос зачем пришел? Он же ведь Бог, а что? Он хочет, чтобы ему служили? Чтобы все спаслись и привезти к Богу. Он пришел, чтобы послужить другим. Он пришел послужить другим. Послужить чем? Показать пример. А теперь другая ситуация. Когда был высший ангел, ангелом написано, суть духи служащие. Да. Один из самых красивейших ангелов, которым имя там было Люцифер. И вдруг он захотел, чтобы не он служил, а ему послужили. И Господь говорит, если вы хотите своим апостолом быть больше других, то как нужно поступать? Почему? Представьте себе, во всей литературе, которая существует, во всех фильмах, в которых снятых, говорится, когда мы говорим о Христе, мы все время забываем главную, может быть, деталь. Его мысль, которую, когда его иудеи спрашивают и рвут на себе рубахи первосвященники, за какой вопрос, простите меня, пожалуйста, они простой вопрос задают ему, кто ты? Ты или тот? И он говорит, я сущий. То есть ты Бог? И написано, Бог пришел послужить людям, принял образ раба, и так далее, и так далее, и так далее. Да как это возможно? Так вот, когда мы говорим о всех этих вещах, о притче, о этом браке, о церкви, и так далее, и так далее, Бог нас говорит, нам, будьте как Боги, поступайте как я, давайте, отдавайте, это более блаженно, чем принимать. Есть смысл-то вот какой. Западе блаженства, о том и говорят. Да, то есть все, Писание как раз и раскрывает это. А разве бедное и нищие может что-то дать? А вспомните в посланиях апостола Павла, я не помню, какое место, где сказано, ты нищий, но в скобках, но ты богат. Посмотри, тут вот мы читаем, блажен кто вкусит хлеба в Царстве Небесном, когда на пир, не на пир, а вот ты создал, ну да, пир, делаешь пир, ужин, ужин. Вот. О чем речь? Речь идет именно о духовном понятии, о том, что нищие духом, которые они не знают, не сведущие еще, господь пришел именно привести их, открыть им это, открыть себя, и вот когда даже, это было трудно людям понять, что действительно, как так Бог, и вдруг воплотился, и так, и поэтому они прямо видят, что чудеса делают, какими тогда, другие сомневались, говорили, это силы визелиола, а он говорит, кто ты, в конце концов, он говорит, я есть сущий, все, и он мне неоднократно вспоминает там, нам вот раскрывается в писании, что именно он говорит, что я есть Бог, и люди все никак не могут понять. И он прямо говорил, что я есть Бог. Я есть сущий. Я есть сущий, то есть сущий. Я, я считаю, Омега, первое, последнее. Ревность, да. А почему, когда его исповедовали, ученики, что как цинбо, он говорит, никому не говорите. А потому что, в Акадисе, они его не могут принять, когда еще, если Бог, и как он может вообще распяться, допустить того, что Бог распинатся на кисе, это было бы большой соблазн. Конечно, они... Вот как понять это вот место из Священного Писания, Серахова, 38-я глава. Как может сделаться мудрым тот, кто правит плугом? Да потому что, если человек не... Он простой, как говорится, не знал. У него есть цель, есть цель и мысли. Бог управляет. Батюшка, есть цель. Прямо в любом смысле говорится. Батюшка, здесь о цели говорится. Нет, нам какой цели? Мудрость. А для чего ты все это делаешь? Для чего мы живем? Есть смысл наш какой? А смысл, а смысл так что? Если ты будешь... Не будешь... Не знаний, какие понимают... Знания никогда не упраздняются. Но все в этом, если полагаешь ты свою жизнь в том, что только вот... Плотсков... то мудрости никакой ты не будешь. Это надо делать, надо сеять, надо убирать все. Но не в этом полагать всю жизнь. Он может и сеять, но в то же время, в это время, и духовно размышлять. Там утром прочитал Евангелие какое-то, хоть немного, целый день может сеять там на комбане, на тракторе, об этом думать. Конечно. А если только думать об этом, ой, как бы мне из порождения выдернуть, как бы там это что... Ну... Потому что работа с землей, она занимается все время. Мудрости-то не будет, тогда никакой. В каждом деле, не только... Ну, если ты по... Сегодня одно тебе мешает, значит, прийти, вот даже пообщаться, поразмышлять о духовном, почитать это толкование, допустим. Завтра другая будет причина, завтра третья. Откуда мудрости наберешься? Мудрости от общения. Когда говорят, камни, драгоценные камни, но когда они не обработаны, то они не имеют никакой ценности. Они безыковинные камни. А вот когда, и говорят, даже камень, а камень там поэты, и тогда шелуха слетает, и тогда видно его блеск, этого камня, драгоценность тогда будет. А один ты, Евгений, будешь, ты не добьешься этой драгоценности, и будешь. А именно в этом, в общении ты, друг другом, где-то другим. Почему он, говорит, много знает? Да потому что много он бесед провел, проводит там, с ертиками, допустим, с сектантами там, с людьми, с неверующими проводит. Вот откуда набирается это и мудрость. А не просто так, что я вот проспал бы, сколько, вставал бы я в 9 часов, доложился бы в 9, а по 12 часов бы спал, а мудрость у меня пришла бы. Нет, мудрость не придет так. Одного великого спрашивают, какой вы талантливый человек. А он ответил, 5% таланта Бог дал каждому человеку, а остальные тыльной стороны руки вытер лоб. То есть, остальное добывается трудом. Уже. Вот так вот. Так и здесь. Если ты будешь только за плуг держаться, то ничего не будет. Мудрости не добьешься. Добьешься, можешь там много, большое урожай, а мудрости, ты говоришь, а мудрости не будет. Мудрость, начало мудрости, что есть? Страна. Страх Господень. И дальше говорится, страх Господень продлевает дни. Имеешь, что страх Господень? Продлевает дни. Понимаете? Вот не надо, хотя у нас примеры свои. Бабушка наша родная по матери, она верующая была, боялась греха. Она 16 детей родила. 16. Прожила 96 лет. Мама наша нас 12 родила. Из своих подруг, которые были в деревне, житель, она дольше всех прожила, 86 лет. Прожила. А сегодня говорят, если будет, нет, не надо, один, два, остальное, это влияет на здоровье. Все. Страха нет. А страх, когда есть, то этого бы не делали, не было. Страх Господень продлевает дни. И это во всяком грехе. Имеешь страх, нет, мне нельзя этого сделать, потому что это грех. А за грех я должен буду нести наказание. Это убавляет жизнь. Ну смотришь, редко-редко, какие люди, которые прожили, допустим, жизнь там, в пьянстве, в блуде, до 100 лет никто не доживает. Нет никого. Да и до 80 лет кто доживает. Нечка, или зимой какой-то. Надо дни свои продлевать. В этом смысл, да? Иметь страх Господень. А ты будешь иметь страх Господень, тебе уже как награда Господень за страх Господень продлевать дни. Просто долго будешь жить, да? Не для этого, что он говорится, это как там награда дается. Страх Господень продлевает дни. Это из книги из Сыраха, из Библии. Так о спасении или о смерти или ни о чем не говорится, где-то, что только дни продлевают. Другой стих говорится об этом. А здесь говорится об этом, что ты имеешь страх Господень, то есть от многих грехов ты будешь Господь исселил. Господь исселил человека. Он исселил, говорит, иди и впредь не греши, и чтобы с собой не случилось все худшее. Значит, что? Грех. Грех основа всего. Болезнь от чего? Больше от грехов болезни бывают. Да что теперь? Вроде бы, чтобы нам не грешить только для того, чтобы не болеть? Да нет. Это уже как... Ну... А вот сказать... Результат, что не грешишь ты меньше, меньше болезней будет. А меньше болезней у тебя будет, ты больше можешь служить для Бога, послужить. А противопоставления есть, батюшка, между страхом и любовью в Библии нет? Или есть? Если у тебя есть страх Божий то у тебя будет и любовь. А если страха Божия нет, то и любви тебя не будет. Оно связано между собой. Как это? А я буду любовь иметь, а страха Божия не буду иметь. Или наоборот, я буду страх иметь, а любви меня не будет. Да как ты будешь? Если страх Божий иметь, как ты не будешь иметь любви к ближнему своему? К Богу ты не будешь иметь любви? Страх иметь, а любви у тебя нет. Выходит так по-твоему, что ли? Что? Весен из-за идеи. Я просто слушаю, я не разделяю. Противопоставление есть какое-нибудь между любовью? Что говорит любовь и что говорит страх Божий? Есть какой-нибудь в Библии или нет? Господь говорит, выполняющий заповеди мои, тот и любит меня. Какая заповедь главная? Какой он изначально дал? Возлюби Бога всей душой, все повышение, все. И возлюби ближнего, как само себя. В этом говорит суть, закон и пророки. А страх и говорится в этих заповедях? Слушай, слушай, а страх это что значит страх? Страх не то, что как перед тираном. Не, не, ты мне не объясняй. В десяти заповедях есть о страхе что-то? В десяти? В десяти нет. Нету, да? А о любви есть, да? А? О любви есть. А любовь это к Богу, как же любовь? Тот, кто говорит, что любит Бога, а брата своего ненавидит. Как Евангелие называют? Да. Как он может любить? Бога, если говорит, ближнего не любит, которого видит. Вот и все. Но это одно зависит. Он зависит, связанное одно с другим, понимаешь? Да. Володь, ты сказал, я с тобой, знаешь, не согласен, что я сказал по поводу нищие духом. Те, которые не знают. Вот приходят, не знают. А там о другом говорится. Нищие духом те, которые... Вот человек, который пить хочет и есть хочет. Он нищий, у него нет. Он жаждет. Вот тот нищий, тот, кто хочет, вот тот и хочет. А нищие духом, это нужно Евангелие от Матфея вернуть и посмотреть, что такое нищие. Мы сейчас совсем не туда уже пошли, братья. Остановитесь. Нищие духом, это нищие духом. Нищие духом, это тот, кто себя считает за ничтовым. Ничего не нищим. Тот, который видит себя не своими глазами, а как я... В глазах Божьих. Пухой я есть. Сравнивая себя с этим. Вот тогда ты узнаешь свою нищету духовом. Пока ты этого нет, страхи Бога. А? А? Кто ты говорит, что нищие, они же просят, но нищий просто человек нищий, он же просит. А если ты не нищий, то ты ничего Бога не просишь, ничего, теперь меньше, у меня все есть. Да, все есть. То есть нищие, то что, друг, просит? Господи, подай разумею. Вот ты просит, да тут-то другого, да в другом, почему понять-то не можете. Бывает нищие два, один спасается, а другой погибает, оба нищие. Так какая разница между ними? Вот о чем речь-то. Один просит, и другой просит. А вдруг Господь одного выбирает, а другого нет. Почему? Ого просит. Вот понимаешь, как бы вот это слово... Вот я-то понимаю. Стоп, нет. Вот когда мы говорим, одни и те же слова, но смысл каждый вкладывает это, каждый свое. Тут надо обязательно, надо в концерк смотреть. В каком смысле? Это что, то новое, что значит смысл, каждый вклад? Любое слово несет коренной глубинный смысл, прямой и глубокий. А если будет каждый вкладывать смысл, отсюда и будет у нас всегда складывать. Прекратите, тихо, прекратите. Ты как говоришь? Этот нищий духом и другой нищий духом, это спасает вас, где, откуда ты? Блаженный нищий духом. Если этот блаженный нищий духом, он блаженный и тот блаженный, как это так? Говорится, что если нищие, когда говорится смысл, что двое нищих, вот об этом и речь. А если блаженный нищий духом. Нищие обои нищие духом. А что это такое нищий духом? Вот об этом и речь. А они блаженные. Все, они блаженные, если нищие духом. А кто это блаженный? Я не об этом, что он блаженный, а кто это? А кто это? Давайте будем говорить Вот о чем речь Толкование там объясняется Давайте тогда вернемся все-таки Мы еще прожили, но еще не знаем, что такое нищета духовная Давайте посмотрим Отличемся от выки Точка, можно вопрос? Сейчас Мы разберемся, сейчас я со мной Свекрой прислала на свекрой Вот как это правильный, знаешь, молясь Он говорит, если хочешь быть добрым, будь строг к себе А за остальными Бог будет смотреть Правильно, правильно Будь строг к себе Вообще, прежде всего, надо смотреть сначала на себя, а потом уже другого там и то Как говорит, выне сучок из глаза, то есть бревно из глаза своего, а потом уже указывает Хорошие слова Потрясающие И он отвергший уставство и учил их, говоря, блаженны нищие духовые, ибо их есть царство небесное Народ приступает для чудес, а ученики для наставлений Посему, после совершения чудес и исцеления тел Врачу и души Дабы мы знали, что он есть творец и душ и телес Он учил, и не отверзая ус, то есть, своей жизнью и чудесами А теперь учит отверзшего уста Учил не одних учеников, но и народ И начал с блаженства Так, как и Давид начал с блаженства Псалом 1, 1 стих Прежде всего выставляет смирение, как бы основание Так, как Адам пал от гордости Возмечтав быть Богом То Христос восстанавливает нас посредством смирения Нищие духом суть душевно, чувствующие свое недостоинство Вот и все А не то, что он протягивает руку Два нищих стоят и просят Подайте мне, например, один спасается Другой, это как бы сектантское такое толкование Один берется, другой оставляет Нищие духом, душевно чувствующие свое недостоинство Они так Я молюсь и все, я уже вроде бы, я спасенный Царство небесное берется усилием Достигается Господь, я приводил пример Христос Говорит, что вот один стоит, фарисей, молится Я не такой, как тот А этот Господь, будь не ко мне грешен И все, он говорит, больше И возвратившись, раб тот донес осемь господину своему Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему Пойди, споряя по улицам и переулкам города Приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых И сказал раб Господин, исполнено, как приказал ты Еще есть место Господин сказал рабу Пойди по дорогам и изгородям И убеди прийти, чтобы наполнился дом мой И подсказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина И во много званых, но мало избранных Поколание В находящихся на дорогах и переулках можно разуметь язычников Израильтяне были внутри города, так как они приняли законоположение И наследовали городской образ жизни А язычники, будучи чужды заветов и отчуждены законоположения Христова И не будучи согражданами святых Колосиным, Кефесянам Проводили жизнь не на одной дороге Но на многих дорогах беззакония и невежества И в изгородях, то есть в грехах Ибо грех есть большая изгородь и средостение Отделяющее нас от Бога Исаиев 59, 2 Словом, на дорогах намекается на скотоподобную и разделенную Немногие мнения жизни язычников А словом, в переулках указывается на жизнь их во грехах Не просто повелевает позвать сих, находящихся по дорогам и по изгородям Но понудить, хотя вера есть дело произвола каждого Для того, сказал он, понуди, чтобы мы познали, что у верования язычников Находившихся в глубоком неведении Есть знамение великой силы Божией Ибо если бы немного было силы у проповедований И невелика была истина учения, то как люди, служащие идолам и совершающие постыдные дела Могли бы убедиться, вдруг познать истинного Бога и совершать духовную жизнь Желая указать на чудность сего обращения и назвал он ее побуждением Как будто сказал, язычники и не желали оставить идолов и чувственных наслаждений Однако ж истина проповеди принуждены были оставить их истинно На многих он посылает болезни и бедствия И через что невольно заставляет отказаться от такой жизни По судьбам, по каким сам знает И приводит их на свою вечерю Обращая в побуждение для них На ведение бедствий Причина Притча Притча Научает нас подавать Лучше нищим и увечным, чем богатым Мы должны быть так усердны и щедры На принятие братьев меньших Что должны убеждать их участию в наших благах И тогда, когда они не желают В этом для учителей сильное внушение Чтобы они наставляли учеников своих должного И тогда, когда сии не желают А кто такие братья меньшие Мы должны быть так усердны и щедры На принятие братьев сокровеньших Кто такие братья меньшие Что должны убеждать их участию в наших благах И тогда, когда они не желают Братья меньшие и они не желают Ну все, кто не верующий Родные у тебя есть, знакомые, друзья С кем ты общаешься Нужно всегда говорить им и убеждать даже И Господь говорит Иоанн Златоустый говорит об этом Что если нас, говорит, не вразумляют, говорит Будущее благо То может быть тогда Вечная Страх перед вечным вещением Нас вразумит Вот Все меньше, кто есть Ты больше, потому что ты знаешь истину А кто не знает, тот меньше Так С ним шло множество народа И он, обратившись, сказал им Если кто приходит ко мне И не возненавидит отца своего Матери и жены и детей И братьев и сестер А при том и самой жизни своей Тот не может быть моим учеником И кто не несет креста своего И идет За мною Не может быть моим учеником Толкование Человеколюбец Не бесчеловечий учит Не самоубийство внушает Но хочет, чтобы искренний его ученик Ненавидел своих родных тогда Когда они препятствуют ему В деле богопочитания И когда он При отношениях к ним Находит затруднения В совершении добра Напротив Когда они не препятствуются ему Он учит даже Он учит даже Почитать их До последнего издыхания Он повиновался Иосифу Лука 21 Несмотря на то Что сей Не был отцом его В собственном смысле Но мнимым И о матери своей Он всегда имел Большое попечение Так что И вися на кресте Он не забыл ее Но поручил Возлюбленному ученику своему Иоанна 19 26 27 Он заповедует нам Ненавидеть родителей Тогда Когда они угрожают Опасностью Богопочитанию Ибо тогда Они уже не родители Не родные Когда Противодействуют нам В столь В полезном деле Утверждаемое нами Видно Из того Что заповедуется Ненавидеть душу свою Ибо Этой заповедью Без сомнения Повелевается Не убивать себя Но оставлять Душевные пожелания Отлучающие Нас от Бога И не заботиться О душе жизни Если Предстоять Будет мучение Лишь бы Предлежало Вечное приобретение Он Не предавал себя Иудеям Каждый раз Но удалялся И Проходя посреди их Укрывался От убийц Лука 4.30 Итак Кому родные Вредят В деле Богопочитания И он Однако С удовольствием Продолжает Расположение К ним Ставит Он Выше Благоугождение Богу А иногда Из любви К жизни В случае Угрозы Мучения Склоняется К отречению От веры Тот Не может Быть Учеником Христовым Что не может быть Учеником Христовым Больше любит Ради Бога Я не могу Послужить Богу У меня родные Что-то мешают Тот не может быть Чуйков Они прямо говорят Кто возненавидит Ты должен Родных своих Кто не печется Родных Тот хуже Неверного А близких Кто не печется А когда касается Веры Уже Мать Или что Сынок Ты если не оставишь Веру То То-то И то-то Будет Не должен На это Смотреть Жена Или дети На это Нет Христос Выше Всего А почему Слово Ненависть Употреблено Почему Слово Ненависть Употреблено Ведь В таком Понимании Ненависть Это нехристианское Чувство Почему Оно применено Здесь А гнев Это христианское Или нет Гнев Да Потому что Гнев Возрел На них То-есть Гнев Он Уголок И праведный Гнев Не Ну это Христос Посмотрел Понятно А тут Призывает К ненависти К ближним То-есть Когда врага Надо И любить Да А почему Слово Ненависть Употреблено Здесь Ну может Перевод Такой Перевод Потому что Если Человек Будет Поверхность Не читать И скажет Ненависть Ты же Первый раз Читаешь Когда так Бросается Сразу Ненавидеть Да Плотской Он Своим Мом Начинает Рассуждать Как Ненавидеть Так А как Дьявол Мы Разве Видим Нет Само Понимание А скажите А можно Молиться Вообще Молиться Православному Человеку Истинному Христианину Псалмами Проклятий О том Что сейчас Игорь Говорит О слове Ненависть Псалмами Проклятий Назвать От 108 И Там Много Мест Где Есть Псалмы Проклятий И Более Того Самом Проклятий В определенный момент Исторически А как ты думаешь Людям нельзя Я просто вопрос задаю Я тоже так же знаю Это когда писалось Писалось до Христа И кто писал Писал Это допустим Псалмой Давида Там тогда было Там было Разрешено Иди убей Там проклятие Это тех людей Господь говорил Они считали Которые Для Бога Были Навоз Они Ничто Они Просто Ничто Их идти Уничтожать Даже Если они Отрицали Бога Не в Бога Не верили А поклонялись Идолу И все Это что Человек был создан Не для того Чтобы не для Идола Не для своего Угождения А для Служения Бога Почему Потому что Златоуст Когда читаешь Псалмы Где такие места Ты Подруги Дьявола То есть Это на дьявола Направлять нужно Не на человека Не на человека А на дьявола Давид писал про человека Господь сказал Любить врагов Врагов То есть Человеков Но когда ты читаешь Эти псалмы Ты кому Проклять Это желаешь Человеку Я вдруг вспомнил Момент Простите меня Братья Вдруг вспомнил Такая ситуация Давид Вдруг Крик души Потом плач А потом и гнев Господи Да освободите меня От этого человека Был такой Даик Ахимилех Был Они во главе С ним Убили около Семидесяти с лишним Иудейских Священников Знаете И он постоянно Писал И писал И писал Доносы на Давида И он не выдержал уже Господи Да защити ты меня И вдруг он появляется В псалмах У него В крик души Гнев Там все выражено И это ввели И православная церковь Отгребается Ну да Вы поймите Вот с оговорками Ну как-то В Ветхом Завете Мы применяем Да Но это нужно понять Время И вдруг Евангелие говорит Если враг твой То напои Накорми И благословляй Я понял Что братья говорят Что Человек Который молится Псалмами проклятия Видимо Не христианин Да То есть Видимо Это недостойно Почему Он может сказать Почему Христианин Может молиться Псалмами проклятия Может Да Потому что Златоуст Сказал Подразумевай От дьявола Я говорю От человек О врагах О врагах Я же тебе говорю О врагах О людях Может молиться Псалмами проклятия Нет Тут надо понимать Псалмами Поселок потеряется То есть Умом понимать Я Лапкина Ким Тихонов Все Да нет У нас без номера Есть номера Но мы не указываем Номера Такого надо Все Все Пожалуйста Адрес мой требует Батюшка У всех у нас есть адрес Конкретное число дома Как это Да У вас 4 Батюшка У нас такой адрес Пишется Что Мне самер Какие у вас длинные Адреса В этом В России Пишут У них-то нет Это что Район Там Край Там Штат Ну Сегодня Отчества Даже нет Ну Что теперь Они обходят Ладно А то Конверта Не хватает Написать Наш адрес Еще улица Мария Лапкина Дом номер 4 Там даже Клеток нет Куда писать А я когда Пришел В Мамотова В Корчино Платить За свет Она мне спрашла Какая улица Мария Лапкина Она говорит М Лапкина Я говорю Да Она искала Такой нету А Мария Лапкина Есть То есть Она бы не смогла Третье Мария Лапкина Уже сокращенно Да Если сокращенно Она нет Не проходит По компьютеру Ну ладно Я напомню вам Всем Уже О том Мы слышали Все по новостям Что везде Идут Страшные пожары Везде пожары Вот Были те годы И у нас В Алтайском крае Там сгорали Деревни Там Михайловка Где-то там На границе Там с Казахстаном Было Вот Поэтому Все какие есть Емкости На улице Залить надо Водой Залить водой И теперь От дома Отгребите Немножко Старую Траву Там И Порышни Какие старые Особенно Чтобы Хотя бы Пойдет Чтобы Можно было Быстро Как-то Отбить Особенно У нас Больше Самое Такое Это Со стороны Где Малютины Жили Там То Что Занял Участок Роман Если Оттуда Пойдет Там Ничего Там Как Перекинется И на Янчуков И все Как-то Надо Здесь Немножко Или Там Огород Как-то Будет Пропахать Что-ли Сделать Какие-то Борозды Там Или Что-то Теперь Лагерная Смотрите Там Где Дядь Павлаз Дом Огребите Сухостой Убрать Дальше Теперь Убирайте Сухостой Собрали Траву И Копну Подложили Под крышу Прямо Вплотную К дому Собрали Эту Траву Зачем Эту Осну Это Было Ложить Дальше Надо Было От Дом К дороге Положить Эту Копнуто Сложить Сухую Траву Особенно Где Нина Васильевна Нет Возь Ее Самая Возь Аграда Здесь Вокруг Дома Везде Там Трава Кто Там Когда Она Будет Приезжать Или Не Будет Приезжать Если Не Будет Надо Будет Устраивать На Субботник Иначе Это Беда Будет Какая Не Дай Бог Какая Искра Где Или Не Успеем Повыскакивать Из Домов Ну Пожарная Машина Воды Налейте Дома Чтобы Где В бочках В Емкостях Была Вода Хотя Б На Первый И Траву Какая Сухая Где Немножко Отгребать Надо Убрать По крайней Мере До Десяти Метров От Дома Чтобы Было Чистое Пространство Вот Так Так Со Пока Не Выгоняйте Еще Пускай Немножко Земля Про Это А то Все Это Пока Есть У всех Сено Кормить Люба Есть Сено Есть Ну И все У У Андрея Тоже Есть Да У У У У У Баранов Баранов Тоже Есть Ню Чуков Есть Ну И все Пока Подержите Ничего Став Травы Еще Нету Сильно Они Сейчас Только Будут Топтать И Портить Пастбище Если Накос Вот А там Едет Нигде Кишири Две Может быть Выгонят В конце Нигде Снег Обещают Ну Вот Сейчас На Карте Ищем Прогноз Здесь Снег Дождем Девятом Немножко Тебе Хоть Что У тебя Нет Кажется Пожалуйста Да Интернет Открутить Там Прогруз Да Мы бы Сегодня Вы смотрели Минусы Ночами Цена Неделя Что Минус Цена Неделя Значит Надо Хорошо Это что Наверное Не так Земля Высохнет Но Вымерзнет До конца Вымерзнет Еще Не распустилось Ничего Ничего Не вымерзнет Вот Так Ладно Что там В городске Еще Скажете Нет Какие там В городе Какое там Состояние Жизнь Какая там Интенсивная Ничего Никаких Нет Новостей Про Настю Про Настю Настя Зачитак Вик Лардеевич Звонил Мне У нее Началось Зачитать Боли Непроходимость Что То Там Думали Что Спайка Там Кишок Или Что То Хотели Операцию Делать Но Когда Сделали Последнее Исследование Как-то Они туда Запускают Лампочка Какой-то Там Ну и Показали Что Врачи Отказались Сделать Операцию Операцию Уже Такое Идет Эти Метастазы Или Как Это Назвать Что Уже Рост Раковый 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 Да Так Уже Разрослось Что Нет То Все Они Отказались Делать То Сколько Бухи Положить Дней Еще Пожить И Все Вот Так Она Говорит Это Понимает Это Виктор Был Говорит Выпишут Примерно Говорит Не прогнал Дом Сходу И Трудничный Пятник Скоро Что Насте Душу Замещание Не Ну Он Знает Он Говорит Что Она Говорит Ну Мне Сейчас Хоть Выпока Она Говорит Поплачь Поплачь Говорит Хорошо Ну Они Видишь Значит Делать Операции Потом Делать Значит Не Будет Делать Нужно Будет Оправдываться Что Это Что Это А Так Уже Исследовали Что Ну Бесполезно Мучить Человека Она Может Умереть Во Время Операции Сколько Ей лет 42 Или Больше 43 Ну Вот Такое У нас Такое Я Своим Однесовичам Прошу Вас Сейчас Такое Время Вы Еще Никто Не Будете Ездить Ни На Пикники Ни В гости Ни 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 Поэтому Пожалуйста До Этого Времени Наши Студенты Приедут Сюда Давайте Пости По Пол День Я Цел День Смогу Чего Делать Пости По По Пол Как Мы Раньше Кого Я Только Сказал Сейчас Земля Сырает Я Не Немножко Подсохнет Земля Подсохнет Чтобы Меня Не Поняли Я Предлагаю Пока Приедут Студенты Пости Пол Дня Вечером И Следующий День Ну Когда Будем Выгонять Тогда Договорим Ну Так Не Хотят А Я Прошу Ну Подожди Договоримся Потом Может Наймется Кто Пастухом Василий Ты Не Хочешь Спасти Коров А Что Делать День Зарабатывать Будем Ну Сколько У нас Коров Сколько Будет Здесь Кого Ты На Своих Огородах Заработаешь А Ничего Нет А Здесь Живые День День Нет Не Хочешь А Кто Будет Завне Пасти Будет Я Спрашиваю А А Кто Будет Конечно Будет А Куда День Конечно Она Хромая И Хромая 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 Ну И Нечер Тогда Заварить Хоть Дай Раз Треба Помни Так Нет 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 Неч Неч Что Я Дю Радусь Я Тебя Я Радусь Радусь Воскресе А на Тебе, Осяя, Легуй, мени, веселись о Сионе, Ты же чистая красавица, Богородица, А на славе Рождества Твоего. Слава Тебе, благодарение и честь и поконение Тебе, Господи, Отцу, Сыну и Святому Духу, Ныне Пристоя, Водухи веков, Аминь. А что, у нас же пакет уже будет, Белиса, и Анфиса, и Саровка, почти. А что, а степан? Нет, степан. Степан, варламывая, ну, ну, ебут и убут. Честь, Валя. Мы заберемся, то откройте.